Всем привет! Сегодня я, супер создатель самых кринжовых игр во вселенной, попробую сделать вот такой вот вертикально-экранный майнкрафт в пакет-коде. Майнкрафт. И он будет 2D. Давайте начнем. Итак, сначала делаем фон главного меню. Так, вот такой вот фон получился. Тут вон гуляет свинья, вот тут деревья, тут, не знаю, суперквадратное солнце. Вот, вот такой вот. Так, теперь нам нужно скопировать этот фон и сделать то же самое, только... А, не, может, делаем главное меню? Так, тогда я его, пожалуй, удалю. Так, давайте, ну, просто по приколу при старте задать фон на этот. Так, теперь создаем кнопку играть. Тоже квадратную. Бум, кнопка играть. Так, просто к НП играть. Так, вот сюда помещу. И создаем новую сцену, которую назовем Игровой процесс. Вот. Кнопки играть. При старте показать. При нажатии начать сцену. Вот. Теперь идем в Игровой процесс. Это будет наша новая сцена. И делаем здесь фон. Так, я вот создала вот такой вот фон. Не спрашивайте, почему здесь серый квадрат, потом все поймете. Создаем. И тут, ну, допустим, идем просто в темноту. Вот. Это будет у нас ночь. Можно даже добавить сюда квадратных звездочек. Вот. Так, идем делать Стива. Так, вот такого Стива я нарисовал. Кладем его вот сюда. Вот на поверхность слегка повыше. Теперь создаем для него управление. Итак, написал я им всем скрипт. Ой, или не всем. Что-то я не понял. Так, вот. Делаем тут при нажатии обещать всем лево. А тут надо... А тут надо... Что? Право. О! Вот. Стив. Когда будет получен сигнал лево, сделать х на... Минус... Минус... Минус 30. Да. И когда будет получен сигнал право, делать х на 30 просто. Вот, смотрим. Вот, первую сцену нажимаем играть. Вот наш Стив, он может ходить. Такой он какой-то жутковатый. Пока что все серо. Можно небо поярче сделать. У меня здесь даже супер идея. Вот. Я добавил немножко тут солнышка. И голубой фон. Хорошо. Теперь. Создаем скрипт для фона. При старте. Задать фон обычный. И ждать примерно... 35 секунд. И задать следующий фон, где у нас ночь. То есть у нас наступает ночь. Задать фон 1. И заодно ищать сообщение. Мобы. Так, как вы поняли, сейчас я буду создавать моба. Леди команды. Вот такой вот странноватый скелет у меня получился. Вот я ему тут добавлю оттеночка немножко. Вот тень небольшой. Вот такой скелет. Если бы я был на месте него, я бы уже застрелился. Но, увы, у него лука нету. Он будет у нас драться руками. Скелетрон. Идеальный персонаж. Для моей игры. Я считаю, его нужно уменьшить немножко. Дабы наш персонаж оказался прям богом. Хотя персонажа тоже меньше. Потому что я планирую очень много добавить в эту игру. И если весь экран будет закрывать вот эти вещи, это будет не очень. Так, я немножко пониже сделаю. Так, и скелетрона тоже. Даже вот так вот. Чтобы немножко провалился. Так, теперь мне нужно для Стива сделать так, чтобы у него менялась моделька. Ну, типа, он идет налево. И у него рожа поворачивается туда. Ой, блин. Вот, давай сейчас поверну. Вот, отлично. Когда будет получать сигнал право, задать образ Стив-1, да? Нет, просто Стив. А тут Стив-1. Вот, погнали. Вот, смотрим, видим. Вот он поворачивается туда и туда. Скелет. Я для него сейчас сделал командочки. Ну, а для начала я создаю новую сцену, которая будет называться Конец. Так, тут пишем просто, как в какой-то там игре, я уже не помню. По-английски там. Вот, вот так вот. Вроде так. Если я ошибаюсь, то сорян. Вы все, наверное, уже знаете. Мы все, мы 80 подписчиков. Кстати, меня с юбилеем. Меня с юбилеем, да? У меня набралось 80 подписчиков. Это, наверное, из-за шерцов, которые записал. Посмотрите. Прям вот в голову что-то ударило заснять. И вот. Так, тут прописываем небольшую переменную. Когда будет получен сигнал мобы. Давайте ждать одну секунду, типа он не сразу спавнится. И при нажатии... Что-то надо обдумать. Так, мне в голову забрело сделать переменную. Да. Вот. Из-за чего не перемены? Давайте новое. Самое интеллектуальное название. И тут, допустим... Ну да, 11. И вот... Да блин. Так. При старте... А, не-не-не-не-не-не. Другое. Вот. Когда вы получите к нам мобы. И присвоите переменную PC1. А, ща, где тут? А, вот. А, вот. Ща, вот это надо убрать. Удалить кирпич. Вот. Данное тут вот. Равно, равно. Равно 1. Тут спрятаться. Если нет, то... Нет, даже вот так вот. Да, иначе... Иначе. Запустить сцену конец. Смотрим, что получается. Вот наш Стивенсон ходит пока что по асфальту такому. По кринжовым стрелочкам он нажимает. Скоро наступит ночь. Ой. И как я полагаю... Появится скелет. Если мы на него не нажмем. Тем самым не убьем. То... Ну... У нас запустится сцена конец. В этой сцене просто написано... Ну, блин, я не знаю, как отчитается. Короче, там написано... Ты умер? Чуть я не понял. В смысле, блин. А-а-а, ой. Да, тут, наверное, надо ща. А тут при нажатии... Тут я тоже удалю. Так, при нажатии 3 секунд... Какая-то бредетина получается. Так, у меня появился идея просто скопировать скелета. И вот тут уже при нажатии... Вот, включать перемену, а тут это убрать. Вообще, вот это вот все. И вот... При старте... Если вот эта вот истина, вот эта вот вся фигня... Вот... Наше сверхинтеллектуальное название... Вот тут спрятаться... Иначе... Вот, иначе запустить сцену, конец. Давайте я сейчас сделаю так, чтобы... Это наступало намного раньше, вот за 5 секунд. Сейчас мы пока что смотрим, чтобы... Ожидаемо. 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 Что-то... В таких обстоятельствах. Так, единственное, что до меня доперло... Может быть, убрать вот эту вот перемену... И просто смириться с тем, что скелет просто будет. Блин. Ну, то есть скелет будет, и в чем его смысл? Ну... Если не будет переменной переменной, это... Переменные смотрят на нас. Ну, тогда просто, не знаю, при нажатии он будет прятаться. Да, я же не скелл вычел. При нажатии спрятаться... Ну, да. Так, осталось теперь доделать фон. Ждать там... 10 секунд. И задать фон. Какой там фон? Фон обычный. Так. И вещать всем... Ну, типа, утро. Это для того, чтобы скелет, если мы его не убьем... Вроде как-то должно работать, то он начнет гореть. Сейчас сделаю. Так, во, вот такой кринжовый огонь. Во! Моделька готова. И теперь, как только будет получен сигнал утро, если это не сработает, то я просто смирюсь с этим фактом. Так, это больше... Фух, как страшно. Задача броски электрон. Ждать одну секунду и спрятаться. Смотрим. Давайте сначала посмотрим просто. Если я на него нажимать просто не буду, будет ли он гореть? Красивый какой! Привет! Красавчик. Так, я заметила, что фон не изменяется, поэтому мы пошли изменять. Ну да, ожидаем, что я не нажал на эту кнопку. Все. Сейчас нажимаю. Хоть бы не появилась его моделька утром. Пожалуйста. Так. И... Да ну! Получилось? Офигеть! У меня получилось! У меня просто... Я помню, у меня не получалось раньше. И я... Я не знаю почему. Вот сейчас получилось. Это хорошо. Так, тут, допустим, 19 секунд. Тут, допустим, 11 секунд. Так, добавлю теперь моба. А, нет! Какие мобы? Какие мобы? Нет. Я создам блоки. Вот такой красивый блок. Детализированный. Блок травы. А то в дальнейшем я буду делать блоки камня, и перепутать будет не очень. И теперь супер кропотливая работа их копировать. Забеременел я с девятью кусками травы. Вот. Настоящая кропотливая работа. Вот эти вот ваши шахтеры, вот. Они вообще не... Вот что такое работа. Расставляйте долбаные кубы. Я понял, что я тупой. А знаете почему? Я мог сначала написать каждому скрипт, а затем скопировать. Теперь мне каждому по отдельности писать эти дубные командочки. Да е-мое. О! За меня все это сделал. Сделала моя сила воли. Вот это да. Ладно, я это все сейчас сам делал. Тут у каждого теперь появилась такая командочка. Принажите и спрятать. Вот я теперь могу все блоки попрятать. Видимо, не все. Что я пропустил? Принажите и спрятать. А, ну, ожидаем. При нажатии спрятать. Все, теперь все блоки можно поломать. Во-во-во. Во-все. Ура! Стив ходит в камни. Молодец. Так, теперь можно сделать штуку, чтобы строить блоки. Я думаю, это будет безумно сложно. Для начала нужна сама текстура блока. Это будет обычный кусок камня. Вот. Да, блин. Опять я все запакованил. Лайк немножко поднимаем. Воу. Он у меня не поднимался. Так, хорошо. Теперь черненький. Делаем маленькую кисть. И рисуем, типа, вот тут куски камней. Вот. Так. Хорошо. Вот, вот такую каменюгу я сделал. К сожалению, в пакет пейнте, потому что особо и без пейнта я рисовать не умею. Так что мне приходится позориться именно здесь. Так, вот будет такой блок. Представьте, спрятаться. Так, теперь самое трудное. Для него надо поставить команду. Может быть, это перо будет? Нет, к сожалению, не будет. Так. Ну, давайте. Так. Вот. Указать. Вот, блин. Где-то команда при нажатии куда-то вот отправится туда. Вот. Прийти к месту, в котором прикоснулись. Так. Может быть, может быть, создать... Такую линию. Сейчас, довольно темного серого. Как асфальт. Слушайте, а давайте, такая хитрая фигня будет. Смотрите, у нас есть пол. Блоки, естественно, в Майнкрафте вы на воздух... Кран грязный. Ставить не можете. Да? Вы же не можете, а вы не можете. Вы можете только, если они опираются об пол. Я сейчас создам его. И, блин, как-то объяснить... Ой, еще. К месту, по которому... Сейчас. Месту, вот. Пол. Вот. Перейти в пол. А. Не. Все забейте. Все забейте. Плохо идея, плохо идея чувствую. Я ощущаю. Да, место, к которому прикоснулись... Даже не знаю. Показать. Вот, давайте посмотрим. Только мне надо сделать так, чтобы это было всегда. Вечно. Вот, вечно. Перейти к месту, к которому прикоснулись. Вот, блок. Так, давайте пошалим с физикой. Хм. Вот. Можно, например, сделать вот эту вот фиговину. Ноль. Все по нулям. Вот, допустим, сделал я блок. Давайте его скопируем. Интересно, что сейчас получится из этой каши блоков. Ага, сюда перемещаются абсолютно все блоки. Так, тогда давайте их в разные места поставим. Вот. Или тут, например. Вот так вот. И тут. Во. Вау. Все, у нас теперь есть такая фигня. Я не знаю, нахрена она нужна. Не сиди. Супер идея. Не при старте... Ой, не при этой фигне показать. Так-то показать, но... Показать при нажатии по экрану. Вот. При... По... Постановении экрана. Что? Что сделал? Очень странно. Но прикольная фигня. Ладно. Первая часть. Делаем майнкрафт на... В пакет-коде закончено. Буду работать на второй. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.